Над каким страшным и просто невероятным по своей дерзости преступлением работают сейчас московские следователи? На что уходят часы и дни работы московских полицейских? О, это преступление по страшной статье, просто страшненной. Статья 236, часть 1. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Да, вы не ослышались, речь идет не о терроризме, не об убийстве и даже не о коррупции космических масштабов. Так сложилось, что аккурат в последние дни 2020 года депутаты ужесточили наказание по этой статье. И теперь тем, кого решат привлечь по ней, грозит до двух лет лишения свободы. Неплохо, правда? Возникает вопрос, а кто эти страшные преступники? Кто нарушил санитарно-эпидемиологические нормы? Может быть Сергей Собянин, устроивший давку в метро прошлой весной? Или Элла Памфилова, которая провела всероссийское голосование на пеньках? Может, чем черт не шутит сам Владимир Путин, который отказывается носить маску в толпе людей? Нет, друзья, вы не угадали. Страшненными преступниками оказались политические активисты, а также соратники и родственники Алексея Навального. Как минимум 18 обысков, пятеро задержанных, ночные допросы и прочее беззаконие по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Не надо открывать, вы сломали дверь, невозможно ее открыть, она заблокирована. Сейчас приедет мой адвокат через 15 минут. Мне, конечно, ужасно интересно, а что в рамках этой статьи можно найти во время обыска? Следователи надеялись найти пробирки с новым штаммом коронавируса, пачки зараженных масок, может быть, листовки ковид-диссидентов? Что это было вообще? А главное, почему на 48 часов арестованы Олег Навальный, Любовь Соболь, Мария Алехина, Анастасия Васильева, Олег Степанов? Конечно, власть использует 236 статью как предлог. Это месть за протестные акции 23 января. Не случайно ведь в списке тех, о ком спрашивали арестованных, значатся фамилии тех людей, которые в своих соцсетях писали о намерении выйти на акции протеста. Странно только, как в этом списке оказался главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов? Он-то у себя в Твиттере просто написал, что 23 января в Москве будет около ноля. Но, кажется, следователи готовы проводить обыски даже у тех, кто обращает внимание на прогноз погоды. Самые сильные осадки по-прежнему идут в прибрежных районах Магаданской области. Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубай нахуй. Все это безумие, призванное запугать активистов, кажется, только привлекает внимание к следующей акции протеста 31 января. Как еще можно объяснить такую активность силовиков? Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти массовые обыски, сказал, что правоохранительные органы просто выполняют свои функции. Ну, что ж, это логично. Если функции ФСБ травить политических оппонентов Кремля, то функции правоохранительных органов вполне может быть и давление на активистов или на членов семьи главного оппозиционера страны. Тут с Дмитрием Песковым трудно поспорить. Так или иначе, следующую акцию протеста уже анонсировали. Так что в воскресенье мы увидим, сработал этот метод запугивания и давления на сторонников Алексея Навального или нет. Смогли добиться своего силовики или нет. Давайте обсудим это в комментариях, как вы воспринимаете действия следователей, полицейских. Корректировали ли вы свои планы или, может быть, наоборот, вы стали решительнее, глядя на то, что происходит. Встретимся в комментариях к этому ролику. И, как всегда, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Увидимся!